итак девчонки вот мы с вами перешли за компьютера за мой рабочий я вам сейчас покажу две программы в которых можно обрабатывать свои фотографии первая господи первая программа это lightroom 5 у меня для того чтобы загрузить фотографии ну как скачивать я не буду вам рассказывать заходите лучше на ru.org и качайте оттуда я вам буду уже показывать непосредственно саму работу внутри ну это не всю тоже девчонки потому что ну уроков много там на самом деле значит самое главное для нас мы уже определились во влоге я рассказывала кто не видел я оставлю ссылочку вверху на влог и внизу в описании самое главное для нас это свет должен быть дневным так я захожу на рабочий стол вот то есть вы видите диск центра то нет не в общие юзера сюда рабочий стол среди здесь среди фотографии я выбираю фото в работе это те которые у меня и вот мы видим наши три снимка которые я буду делать на превью я с ним сбрасываю все галочки мне так проще сейчас будет и нажимаю кнопку импорт все импортируется в программу опять же принципы работы все я думаю что вы сможете найти точнее суть работы вы сможете найти в уроке которые специально есть можете их посмотреть что мне нравится здесь в лайтруме первое это то что если мы нажимаем вот так зажимаем кнопочку shift и нажимаем на последнюю фотографию у нас выбираются все фотографии мы автоматически выбираем баланс белого вот у нас здесь баланс белого и он автоматически корректирует сразу же все фотографии после этого мы можем переходить непосредственно в коррекции то есть сейчас мы находимся во вкладке библиотека и нажимаем на вкладку коррекции так мы видим наши три фотографии вот здесь внизу мы можем переселкивать это фото сделаны при дневном свете зимой в этом внутри четыре часа дня то есть тогда когда уже было темновато я бы сказала здесь вот видите вот у меня цветочки они дают такой некрасивый день поэтому я выберу вот эту фотографию для дальнейшей обработки пока ладно ну опять же увеличить уменьшить мы можем значит в чем плюс lightroom а в lightroom и есть такая функция как пресет но во первых мы можем корректировать здесь всякие тем давайте я не знаю ты все таки будем тренироваться мы можем задавать температуру которая нам нужна конечно же здесь нужно играть со всеми фотографиями в отдельности в нашем случае оттенок вот такой я выберу экспозиция это осветление обязательно его добавляю немножко контраст нуждленным можно чуть-чуть поярче или убрать яркость потому что давайте вот так плюс у нас есть здесь еще функции света тени в общем на самом деле здесь надо вот по вот этим просто галочкам вам брать фотографию и смотреть потому что что-то можно бывает так убираете полностью или добавляете в плюс 100 и у вас получается очень классная фотка то есть надо смотреть смотря какого эффекта вы еще хотите добиться так и второй вариант это пресеты вот здесь находятся пресеток скачать их можно в интернете там группы вконтакте есть где можно их качать так и нажимаете набирайте в поисковике в google пресеты lightroom и вам выдаются пресеты всевозможные которые будут показывать какие эффекты вы можете сделать со своей фотографии но опять же все эти пресеты конечно рассчитаны больше на профессиональную съемку поэтому вы уж не ждите там какого-то вот смотрите я нажала на пресета вот и выбрала golden golden h r basic ultra sharp шарп шарп и вот здесь у меня все меняется меняются все параметры то есть выставляются те параметры которые заданы самим пресетом переходим давайте вот у меня есть классные очень зимние пресеты мне очень нравились и я много фотографий зимних обрабатывала именно с этими пресетами сейчас покажу тут вот такой вот допустим то есть видите да как изменилась фотография такая стала как немножко винтажная сейчас другой стороны тоже есть очень здесь классные то есть вот здесь у нас высвечивается мы просто наводим курсор на пресет мышку и нам показывается какие варианты у нас есть их нереальное множество смотрите раз и у нас вот такой более в голубой ушел и опять же здесь все это поменялось дальше как это сохранить вы выходите обратно в библиотеку вот видите то есть мы эти две не обрабатывали не так и остались и потом нажимаете вкладку экспорт ну собственно говоря выбираете здесь папку куда вы это все хотите экспортировать либо сразу же делаете вот я убрала вреду здесь была галочка по умолчанию поместить в под папку безымянный экспорт это в каждой папке будет создаваться вот это вот папка безымянный экспорт короче целое дело мне так неудобно поэтому я сохраняю вот так так я сделаю сейчас все вот эти свои действия я отменю вниз опять же как отменить мы переходим вот сюда этим курсором вниз и смотрите здесь есть сессии в моем случае их нет и история и если мы нажимаем на каждый то есть каждый параметр который мы меняли он здесь в истории сохраняется я выберу наверное вот этот вот эту картинку мне она нравится так я буду работать только с этой фотографии поэтому я сохраню только ее так экспорт зависать немножко компьютер извиняюсь так то есть она мне заменит вот здесь вот видна строчечка все ответить она завершена и заменит имя файла сейчас вам покажу так мы выходим пропускаем сейчас вот видите то есть она дала уникальное имя ну циферку 2 добавила эти все фотографии мне они не нужны а хотя нет давайте я сейчас вот эту оставлю я сейчас на ней вам покажу фотошопе и мы с вами сравним ну то есть сейчас вот мы можем видеть сейчас вам покажу вот у нас фотография до вот фотография после обработки до после до после то есть цвета более насыщенные яркие при этом они абсолютно абсолютно соответствует реальным цветам которые действительно есть в жизни здесь они просто вот как в тумане более туманны здесь они вот поярче получились так теперь мы переходим в фотошоп фотошоп тоже качаем лучше с рторга и ну я долго на самом деле искала варианты так чтобы это было как это сказать лицензировано ну короче сразу крякнуто грубо говоря это называется кряк нажимаем ну то есть переносим сюда файл копируем и вот он у нас открывается для того чтобы у нас был в полном экране мы его нажимаем вот на такую лупу не перепутайте с вот этой вот на такую нажимаем кнопочку подогнать дальше что мы можем делать в фотошопе в фотошопе я на самом деле люблю работать больше ну как там непривычный скажем так у нас здесь есть вкладка изображения коррекция и мы можем через нее работать либо зажимать определенная комбинация клавиш то есть если мы нажимаем ctrl alt l вот у нас предыдущие которые я настройки делала у меня они применились к этой фотографии ctrl l английская здесь мы можем настраивать опять же свет здесь опять же мы можем настраивать экспозицию так как нам нравится и самое главное и мое самое любимое сейчас я вам покажу еще кривые ну собственно говоря кривые тоже есть определенный идеальный вариант кривой это вот такая дуга когда получается то есть у нас левая нижняя уходит вниз она отвечает за тени а правая верхняя уходит вверх она отвечает за свет и таким образом вы добавляете контрастности еще очень классная функция здесь есть она тоже не всегда нужна но в некоторых моментах она спасает заходим в изображение в коррекцию в вибрации и вот это вот добавляем в вибрацию и она дает очень классные насыщенные цвета вот если нам они нужны для фотографии в некоторых случаях они нужны вот видите так они получаются как припыленные если мы в минус уходим ну а в плюс соответственно они становятся ярче любимая моя функция здесь это кисть и то что я могу здесь оставлять свой штампик может быть это можно делать и в лайтруме я честно говорю я не знаю потому что лайтрумом я пользуюсь исключительно для пресетов когда они мне нужны а вот в фотошопе я обрабатываю основное свое основное свое количество фотографий всех так сейчас вот это удалю ну и допустим ой это что ж такое опять я белым поставила вот сейчас покажу вам как сделать вот такой вот штампик ваше имя но все таки когда работа подписана она смотрится лучше смотрится в общем и лучше смотрится и проще вас найти в интернете даже вот креатив элису набираете и собственно говоря высветится по любому что-то но по моему имени высветится тем более что креатив у меня специально я для себя заведомо так сделала то есть знаю что так так вообще не пишется креатив у меня без буквы е в конце я это делала осознанно так мы заходим в файл создать сейчас я вам покажу как создать такой штампик ну и дальше нам нужна вкладка текст не вкладка а параметр я не буду менять шрифт ну только нет я сейчас поменяю конечно же его размер и напишу я не хочу такое хочу красивый что у меня русские буквы я думаю что такое ну вот как то так вот я написала креатив элис и добавлю тоже пёрышко ну добавлю работаем мы только на фоне вообще очень классно уметь конечно работать в фотошопе полноценно и вам это всегда пригодится допустим вот так вот креатив элис и дальше я захожу в редактирование здесь у нас есть такая функция определить кисть и я пишу здесь креатив элис 3 окей и сохраняем смотрим теперь дальше что у нас получается то есть когда я захочу сделать вот такой оттиск мне надо будет зайти вот сюда в самый низ опуститься то есть но она по умолчанию в последние добавляется все собственно говоря мы в кисть зашли вот параметр кисть заходим сюда если мы наверху на самом то опускаемся в самый низ и вот находим нашу кисть раз и наш штампик готов вот такой вот штампик а вообще девчонки эта тема огромная обширная я честно говоря не знаю что вам еще показать ну такого вот прям что что вам надо поэтому давайте договоримся что в комментариях под этим видео вы оставите все параметры которые вас интересуют конкретно по обработкам фотографий что вам было непонятно и что еще разъяснить и мы сделаем вплоть пожалуйста там до серии каких-то уроков уроков для обработки ой для обработки фото наших работ я случайно зашла в интернет этот хата на тато смотрю как видите очень они меня веселят хотела еще давайте я вам покажу кстати есть хочу показать вам разницу вот даже если брать для по альбомам ну давайте вот эту итак вот этот альбом фотографировала я при дневном свете на балконе летом то есть в теплое время года а вот этот альбом я фотографировала вечером на столе под кучей освещения потому что ну мне надо было его я его вечером сдавала ой нет вечером я его закончила утром мне его нужно было уже отдать и у меня просто не было выбора вот это вам пример искусственного неправильного освещения если у вас дома нет правильного освещения как у меня в принципе то есть софбоксы лайтбоксы и так далее я кстати делала когда-то себе лайтбоксы но мне не очень комфортно в них фотографировать хотя если сделать огромный кто не знает что такое лайтбокс это ящик который внутри полностью белый и вы когда ну по идее он должен подсвечиваться но вы когда направляете туда вниз свет белый естественно то есть получается белая ткань отражает все и получается как будто при дневном свете сделаны фотографии ну в общем прикольная штука тоже посмотрите в интернете я так может быть я не профессиональным языком объясняю но так чтобы было понятно вот в общем то качество и разницу вы видите и тут дело абсолютно не в цвете альбома там или в насыщенности цветов это конкретная проблема освещенности по идее вот такие фотографии на мой взгляд вообще не имеют права на существование но мне очень хотелось его показать такой симпатичный альбомчик получился но скорее всего в ближайшем будущем я вот буду делать еще альбомы и я наверное удалю этот потому что мне не нравятся эти фотографии они ну не могут быть вот работать мы должны только выставлять по идее только вот такие вот такого качества фотографии здесь никаких супер дополнительных обработок так вот поверьте мне если вы правильно выставите свет ну конечно же в летний период времени в теплое время года делать это намного проще когда солнышко свет когда ярко когда можно это сделать на том же балконе при дневном свете либо где-то на улице это вообще прекрасно то конечно это проще зимой да есть определенная вот такая сложность но фотографии поверьте мне вам очень мало придется обрабатывать фото то которое сделано при дневном освещении там минимально надо будет количество обработки там уже будет проблема в составлении композиции скажем так это то что я сейчас тоже этот вопрос изучаю очень хочется научиться фотографировать красиво в плане композиции и вот я сейчас тоже учусь учиться никогда не поздно учитесь я надеюсь для вас это видео было полезным ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал я очень жду ваших комментариев внизу на тему насколько вам это было полезно и что еще вам нужно рассказать что вам не понятно из этого видео либо что еще дополнить и уже будем от этого я постараюсь максимально быстро выполнять ваши запросы то есть если поступят в ближайшие дни комментарии там максимум в течение недели будет выходить новое видео на эту тему все всем пока пока всем удачи вы у меня самые лучшие я вас люблю целую adиаос и это и и и и Продолжение следует...